Какая слеза! Вообще! Я... Вы знаете, мы когда с Алей собирались и были те стихи, и она читала свои стихи, у нее очень много прореветь в стихах, и, видимо, это нас объединяет. Как знаете, есть такой мультик «Головоломка», и там был персонаж такой «Я печаль!» Вот я как раз-таки именно такой персонаж. Не радость, а печаль. Мы вот, видимо, с Алей это нас как раз-таки объединяет. Стихотворение «Ромашки» она писала в период, когда в Беларуси... Как это у них называлось? Ну да, вот эти вот в белых одеждах. Было вот это движение, да, и вы слышали, там был текст такой, этому посвященный. Аля, она остро реагировала на это, как и сейчас, она тоже реагирует. И у нее еще одно вышло стихотворение, тоже, вот, по... как сказать, по ее, наверное, ты можешь сказать, реакции на то, что она читала про те события. Вот. А меня это стихотворение тоже чем-то очень сильно зацепило. Хотя, на первый взгляд, оно такое простое. Ну, как и все Алины стихи современные, они, на первый взгляд, очень простые. Я его назвала «Иссадор». Она одевалась просто, чтобы ничего не мешало. Крассовки, ветровки, шапка, перчатки сунуть в карманы. Она прощалась у сада с сонными малышами, так, чтобы им досталось поровну теплой мамы. Она встречалась с друзьями на станции у колонны. Один, как всегда, смеялся, другой, как всегда, ворчал. Пусть осень уже настала, деревья были зеленые, тополь неповоротливый над ними веткой качал. Когда на нее побежали, подумала, вот засада, и бегать умею плохо, надо было учиться. Но если что-то случится, кто их заберет из сада? Если что-то случится, кто их заберет из сада? Значит, ничего не случится. Значит, ничего не случится. Значит, ничего, значит, ничего, значит, ничего.